МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. Меня зовут Галина Титарчук. Смотрите прямо сейчас. Растет и развивается. Глава Чуваши побывал в новом городе. Смелые и отважные. В Чебоксарах представили новую детскую книгу. Профессионалы и любители. В Чуваши отметили 30-й Всероссийский Олимпийский день. В Чуваши в этом году более 200 километров дорог построят, реконструируют и отремонтируют. Часть объектов еще ждет подрядчиков. Идут аукционы и контракты не заключены. Для них крайний срок июль. Его обозначил сегодня глава Республики Михаил Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства. В этом году более 5 миллиардов предназначены для ремонта дорог Чуваши. В порядок приведут городские и республиканские трассы. Для большинства объектов 73% уже нашлись подрядчики. И они приступают к работе. Однако остаются дороги, по которым еще не заключили контракты. На региональной сети не закротованы 5 объектов. Это по одному объекту из-за отзыва заявки единственного участника. Это Калинина Шахазана. И по 4 объектам из-за отсутствия согласованности морского Волга и Чувашинерго. На сегодняшний день согласование с организацией Волга и Чувашинерго имеется. И осуществляются конкурсные процедуры. В отношении объекта Калинина Шахазана, Калинина Шахазана, включен в план график, Ведут конкурсные процедуры. Из 26 чебоксарских дорог, включенных в план ремонта на этот год, По 24 контракты вступили в силу. Есть переходящие объекты. Есть объекты по устройству освещения. Переходящие – это Сугутский мост, Ремонт Сугутского моста, проспект Яковлева. Объекты, которые придут на следующий год. Ну а капитальный ремонт дорог мы к 1 августа планируем совершить. В сводном рейтинге регионов России по количеству заключенных контрактов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Чуваша держится в середине. В июле месяце все контракты должны быть подписаны. Задача такая. Если в июле месяце контракты не будут подписаны, это уже угрозы срыва тех проектов, тех объектов, которые мы сами своими руками писали по мероприятиям национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И наша задача – обеспечить качество выполненных работ для того, чтобы поднять социальное самочувствие. С этой же целью инвестиции направляют в малое предпринимательство, в частности, в научно-техническую сферу. Отбором надежных проектов занимается фонд содействия развитию венчурных инвестиций. Из 76 рассмотренных бизнес-идей инвестиции вложили в 4. Это конструкторское бюро электроаппаратуры, Республиканская палата предпринимателей, агрофирма «Цивильская» и Центр реле и автоматики. При этом инвестиции подталкивают малое производство, расширяться, постепенно меняя статус на крупные и, как следствие, появление рабочих мест с высокой заработной платой. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. Сегодня глава Республики познакомился с планами развития нового города. В микрорайоне уже приступили к строительству школы. Объект возводят по нетипичному проекту. Это будет самая большая школа в городе на 1600 мест. Строительство началось в январе и работы в самом разгаре. Сдать объект рассчитывают к столетию Республики. Пока же детей закрепили в ближайших от нового города школах. Это временные неудобства. Глава региона отметил, что от намеченного графика строители отставать не должны. По плану уже зимой начнутся отделочные работы. Сейчас подрядчики возводят четвертый этаж и прокладывают инженерные сети. Надо правильно сейчас комплексно оценивать, даже с учетом изменения проектно-смендокументации, подготовить эту школу с элементами цифровизации для наших детей. Чтобы здесь каждый пятый был настоящим умным человеком мирового уровня. Школу возводят в рамках приоритетной программы. На строительство объекта в бюджете заложили порядка 900 миллионов рублей. Все делаем это для тех детей, которые здесь живут. Район, микрорайон развивается очень быстро. И многодетные семьи, и малобеспеченные семьи по нашим государственным программам получают жилье. Кладку завершаем. Металлоконструкция заказана. По всем четырем блокам завершаем кладку. Там сенч-панели. Металлоконструкция сенч-панели. А кладка будет завершена здесь. Младшая группа, административные блоки и старшая группа. Или планируем завершить полностью. Кроме учебных классов, здесь намерены оборудовать мастерские, группы продленного дня и актовый зал. Рядом со школой уже возводят спортивный комплекс. В проекте бассейны, футбольное поле, волейбольная площадка, а также хоккейная коробка. Заниматься физкультурой здесь смогут и жители микрорайона. Тренироваться нужно где-то будет. Здесь буткросс бегать. На лыжах, на том, на всем. Здесь площадка спортивная есть. Просто нужно, чтобы она была до 10 часов вечера занята или детьми, или жителями района. Загрузка. Если всем сообщать, чтобы именно оно работало функционально и хорошо. Глава республики отметил, что новый город – пример той самой комфортной среды, о которой так много говорят в последнее время. В микрорайоне обустроены бульвары для прогулок, велодорожки. Этим летом здесь намерены открыть и детский сад. Ожидаемо, что за последние годы здесь вырос и спрос на жилье. Вырос новый город в городе Чебоксары. Мы же не для себя делаем. Мы с учетом просьб горожан делаем. Не просто так, просто детский садик вводим. Мы повышаем индекс городской среды. И квадратные метры по стоимости, они сегодня соответствуют рыночной цене. И с этой точки зрения хочется пожелать дальнейших успехов нашей совместной деятельности. А жителям хочется пожелать улучшать только социальное самочувствие. Улучшится в разы и транспортная доступность. Сейчас в новом городе прокладывают троллейбусную сеть вокруг всего микрорайона. Михаил Игнатьев проинспектировал работы. Люди тем более ждут этого момента, когда будет первый троллейбус. И когда они без больших проблем на общественном транспорте могут доехать, уехать. Экологический вид транспорта тем более. К подстанции запитано, но еще пока не включили электричество. Потому что чуть-чуть сыровато. Первые троллейбусы начнут курсировать от нового города до северо-западного района столицы. Открыть движение намеренные ко дню республики. Дмитрий Ковалев и Павел Рыдков. Республика. Новый этап в развитии энергетики. В Чебоксарах наладили производство первой в стране мобильной цифровой подстанции. Для цифровой передачи данных подстанция оснащена терминалами защиты, сетевыми коммутаторами, а также преобразователями интерфейсов. Энергообъект будет работать автономно. Сбои в системе устранят специальные датчики. Цифровая подстанция предназначена для крупного объекта газодобычи на Ямале. В ближайшее время цифровую подстанцию представят заказчикам. Буквально на последней стадии вся сборка цифровой подстанции. Действительно, это уже, можно сказать, историческое событие для нашей республики. Во-первых, мы как раз здесь и видим, это и результат слаженных действий, слаженной работы нашего предприятия, которое входит в электротехнический кластер. Поэтому этот масштабный проект, он уже практически реализован, завершен. Поэтому радует, во-первых, что предприятие работает, есть масштабные проекты. И появились, и уже еще появляются новые ниши для завода. И, кроме того, расширяется номенклатура уникальных изделий этого завода. Подробности о работе электротехнического кластера в программе «Сделано в Чувашии». Очередной выпуск выйдет в эфир 19 июня в 20 часов 30 минут. В Чуваксарах внедряют автоматизированную систему контроля и учета энергоресурсов, сокращенно АСКУЭ. Она позволит напрямую передавать показатели счетчиков воды и тепла в органы ЖКХ, а также сообщать о неисправностях. О запуске системы говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. Систему учета энергоресурсов установят в 1550 многоквартирных домах. Сумма финансирования – 227 миллионов рублей в рамках совместного проекта правительства страны и Международного банка реконструкции и развития. Подрядные организации завершены работы по установке общедомовых приборов учета тепла и горячего водоснабжения в 224 домах. Заменены общедомовые приборы холодного водоснабжения в 717 домах. Установлены блочно автоматизированные тепловые пункты в 27 домах. Выполнен монтаж интерфейсных радиомодулей на приборы учета. Принцип работы таков. Показатели общедомовых приборов попадают в единый центр сбора и обработки. Следить за всем можно в режиме онлайн. Должно в целом минимизировать все спорные ситуации между ресурсниками, между управляющими компаниями и между жителями, проживающими в этих многоквартирных домах. Потребление ресурсов должны стать понятными для всех участников. Ну а наша задача привести в соответствие систему, настроить для того, чтобы в ближайшее время это стало удобным инструментом для всех участников процесса. В полном объеме запустить АСКОЭ планируют в июле. В будущем к системе подключат приборы учета электроэнергии. Татьяна Леонтьева, Ольга Алексеева, Павел Рядков, Республика. На портале Роструда.Работа в России появился специальный раздел «Опытные кадры». Он должен помочь трудоустроиться жителям предпенсионного и пенсионного возраста. Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, отмечают специальным отличительным знаком. Если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь. Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале «Работа в России» уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы. Отметим, что портал «Работа в России» является крупнейшей государственной базой вакансий. Здесь собраны актуальные предложения трудоустройства, работодателей и резюме-соискателей из всех регионов страны. 33 спортсмена-чувашии подозреваются в употреблении допинга. Отдел расследования РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училища республики, сообщается на официальном сайте организации. Открыть дела за применение допинга планируют против 33 спортсменов. Среди них 17 легкоатлетов, 5 велосипедистов, 3 самбистов, 2 биатлонистов. По одному из спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок и 2 паралимпийца. Эту информацию мы только сегодня получили. Завтра, естественно, мы в 8.30 собираем всех директоров школ, обсуждаем эту информацию. Если какие-то новые факты будут выявлены или что-то в этой части, то, естественно, будем обсуждать и принимать какие-то меры. В части нашей мы открыты для всех проверок, для всей информации. В своей части мы гарантируем предоставить любую информацию по этим спортсменам и всевозможную делать помощь по расследованию этих антидопинговых дел. Чрезвычайное происшествие в Альгешево. Там маленькая девочка упала в канализационный колодец. К счастью, она осталась жива. Специалисты водоканала проводили работы по улице Болгарстроя, 7, и не успели выставить ограждение. Девочка, которой нету двух лет, провалилась в открытый канализационный люк. С подозрением на закрытую черепно-мозговую травму ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Девочку выписали из больницы в тот же день. Виновные понесут наказание. Смелые и отважные. Именно о таких ребятах рассказывается в книге «Тайная школа юных героев». Сборник рассказов представили активисты Республиканского общественного движения «Молодая гвардия» на встрече с читателями в библиотеке имени Маяковского в Чебоксарах. 70 историй, 70 реальных детских подвигов. Книгу, основанную на реальных событиях, написала Вера Рерих и ее 10-летний сын Ярослав Портненко. Издание впервые представили в Москве на форуме «Маленьких героев». Сюжет простой. Маленькие герои спасают мир от равнодушия. Каждый рассказ о главных человеческих ценностях – крепкой дружбе, любви и отзывчивости. В книге есть история и про ребят из нашей республики. «Один спас своего друга, когда вышли вместе гулять на пруд, и тот начал тонуть в пруду. Другой, возвращаясь домой, увидел небольшой дым в стороне своего дома, и увидел, что дом горит, а оказалось, там находится его маленькая сестренка. И он забежал фактически в горячий дом и вынес ее из горячего дома. Такие вот истории у нас с Чувашей происходят». На самом деле в такой школе мужества может учиться каждый. «Было бы желание и характер». Молодогвардейцы планируют передать экземпляры, книги в детские и юношеские библиотеки республики. Галина Титарчук, Алена Алтухова, Борис Андреев. Республика. В Чубаксарах, как и во всех городах России, прошел 30-й Всероссийский Олимпийский день. В этом году праздник посвящен 125-летию создания Международного Олимпийского комитета и предстоящим вторым Европейским играм в Минске. Зарядка. Традиционное начало дня для тех, кто дружит со спортом. И неважно, любитель ты или профессионал. Самбисты, футболисты, легкоатлеты, баскетболисты, борцы – все с удовольствием приняли участие в разминке. Молодцы, с праздником всех! Мы вас очень любим! Более двух тысяч юных спортсменов и тех, кто еще только собирается выбрать подходящий вид спорта, собрались с самого утра на стадионе Олимпийский в Центре спортивной подготовки имени первого олимпийца Чувашии – Ордолеона Игнатьева, подтвердив тем самым, что Чувашия всегда была и остается спортивным регионом. А кто на самом деле упорно, мужественно трудится, любит свой вид спорта и достигает высших достижений – это, конечно, чемпион Олимпийских игр или призер. Напомню еще раз, у нас 13 уроженцев Чувашской республики в разные годы стали победителями Олимпийских игр и призерами. После разминки – массовый забег. На дистанцию в 2019 метров вместе с любителями вышли и спортсмены-профессионалы. Многие пришли целыми семьями. Полина Андреева бежала вместе с папой. Было трудно бежать, когда можно было поворачивать. И когда прямо вбежали, было легко. Кто бежал быстрее, ты или папа? Вместе бежали быстро. Я сегодня получила медаль за то, что я пробежала сегодня с папой 2 километра. Мне понравилось бегать и в концерт. Кристина Иванова два года занимается легкой атлетикой в спортивной школе имени Олимпийской чемпионки Валентины Егоровой. Пришла на пробег с группой поддержки. Пришла моя бабушка, мой брат. С нашей школы тоже очень много пришло детей побегать. Там и спуски, и подъемы. В начале подъема, потом спуски, поэтому было достаточно легко. Друг соперничество было или все дружеские? Нет, наверное, это было больше дружеские, командно. Все вместе, объединенно. Там люди падали, другие люди помогали им вставать. Так что это очень было дружно. Все, кто добежал до финиша, получили памятные медали юбилейного Олимпийского дня. Но на этом спортивный праздник не закончился. Самбо, тейквондо, бокс, вольная борьба, восточные боевые единоборства, современное пятиборье, автомобильный спорт, шахматы, спортивные танцы. По этим и другим видам спорта состоялись мастер-классы. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. Это последняя информация на сегодня. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова